Здравствуйте, еще раз. Я приветствую вас в Двензале Тейта Ах. Вы сейчас находитесь на встрече и технического сообщества. Я Марина Афляймарина Ах. Кто из вас уже бывал на наших IT-токах? Для тех, кто не в курсе, эти встречи проходят регулярно, раз в месяц на самые разные мастеры. Если вы зарегистрировались на эту встречу, вам присылают при повещении о наших будущих встречах. Предлагайте в ответных письмах темы, которые вам интересно было бы услышать спикеров. С удовольствием выполним запросы. А сейчас я приглашу Алексея. Это наш коллега из Халькова. И он вам расскажет больше. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я выяснил, что здесь не тратился. Прямо так аплодировать. Меня зовут Алексей Рыбаков. Я синер-дилетер компании «ТАР». Сегодня я расскажу про Android TV. В общем-то, каким образом я предлагаю провести сегодняшнюю встречу. Я быстренько покажу слайд. Там будут пара очень небольших видео. И будет в конце еще у вас очень небольшая дымка. А после всего этого дела вы можете поздравить его полосу. Если нужно будет, я вернусь на тот слайд, который у вас заинтересовал. Почему? Потому что у вас может какой-то возникнуть вопрос по текущему слайду, а следующий слайд может на него отвечать. Либо не отвечать. Вот. Ну, тогда давайте начнем. Собственно говоря, почему TV интересно? Каждый год продается более 200 миллионов телевизоров. Если верить статистике, то есть смысл верить. Практически 99% домовладельцев в США имеют новые телевизоры. То есть не у всех есть мобильные телефоны, не у всех есть компьютеры, но телевизоры есть у всех так или иначе. Они могут быть старые, они могут быть новые, мега-супер-современные, большие, маленькие, с небольшим экраном, но тем не менее они есть. То есть телевизор это как бы тот девайс, к которому мы, в общем-то, в принципе, все привыкли с детства и постоянно его наблюдаем. Почему я здесь буду приводить сегодня статистику по американскому рынку? Потому что, по-хорошему, для нас, для продавистов, с точки зрения Android TV, интересен тот кастомер, который будет покупать наши приложения. Соответственно, по странам СНГ, людей, которые готовы платить за программное обеспечение, не так много. В странах Северной, Южной, Северной Америки, Канада, США, Евросоюз, процент людей, готовых остаться с 5-ю долларами или электроприложения, он близок к 95-ю. Соответственно, поэтому будут цифры по американскому немножко превоспособнее. Ну и будет еще мало. Почему интересно телезер еще? Значит, Google проводил в свое время исследование, результат которого следующий. Чем больше экран, тем дольше пользователь находится возле него. Как бы это абсолютно нормально, никому не интересно смотреть маленькие телефоны, все хотят смотреть на большие экраны. По той же статистике, в штатах в среднем жители смотрят телевизор 6 часов. Я не знаю, когда они там успевают работать, но вот 6 часов это среднее время просмотра телевидения. 5 часов люди как бы слушают музыку, а опять-таки музыка может идти как с телевизора, так и не с телевизора, но тем не менее. Вот это вот наблюдение контента, оно очень-очень интересно. Почему я говорю о музыке сейчас тоже в контексте TV, чуть позже я расскажу. Вот, это пока на затравку небольшие цифры. Давайте сейчас вернемся к, точнее не вернемся, а подойдем к Android TV. Android TV был представлен, в общем-то, на Google.io в прошлом году, как операционная система. А первый девайс, это был Nexus Player, он появился в родственские продажи год тому назад. Вот, в общем-то, те видеоролики, которые мы сегодня смотрели, мы смотрели как раз с этого устройства, он стоит на столе. Чуть позже, если вы захотите, подойдите, посмотрите, после не вопрос. Опять-таки, именно на этом Nexus Player мы будем показывать сегодняшние небольшие наши демки. С точки зрения архитектуры, в принципе, он достаточно неплох и интересен тем, что он построен на x86 архитектуре. Здесь стоит нормальный, полноценный шестой Android, на сейчас последняя версия прошути, надо допускать за него. Но это архитектура x86. Почему это, как бы, важно, я скажу проще. Как бы, Android тем хорош, что он, в принципе, бесплатен, точнее open source, точнее его можно оставить на разные девайсы. В этом году компания Razer будет выпускать свое устройство со стоковым Android TV. Razer Forage TV – это сет-то бокс-приставка. Работает она на архитектуре. Достаточно мощный процессор, очень неплохой GPU-процессор, другое количество памяти 2 гигабайта против одного, и другое количество постоянного устройства. Кроме этого, компания NVIDIA выпустила третье поколение своих Shield-ов, приставка Shield. Это на сейчас наиболее мощная Android TV приставка и, наверное, наиболее мощное устройство на базе архитектуры. Там стоит этот прекрасный Максововский процессор, огромное количество ядер, по-моему, 512. И на выходе все это дело выдает 4К разрешение, как для проигрывания фильмов, так и для проигрывания графики. Очень-очень мощная штука, тоже работает на архитектуре, но отличается по своим мощностям с точки зрения вывода графики 3D и декодирования видео. Кроме этого, Android TV сейчас присутствуют в телевизорах Sony. Ходят слухи, что Sony заявила, что все последующие умные телевизоры они будут выпускать только на базе именно Android TV. На сейчас в Украине уже продается Sony Privateer, в общем-то там куча магазинов, можно зайти их пощупать, посмотреть. В Dual Core там стоит ARM процессор ARM7, Sony X1 процессор это их разработка для декодирования графики. Телевизоры, которые поддерживают 4К, на самом деле для приложений выдают Full HD, но скелета все ее автоматически. Есть еще, кроме Sony телевизоров, телевизоры от Panasonic, которые выпускаются в двух вариантах операционной системы. Одна из Android TV с iOS file. Собственно говоря, как бы девайсов пока, видов девайсов пока не очень много. Но, как мы видим, они уже отличаются как архитектурой процессора, E26 либо ARM, так и мощностями. Соответственно, много у нас программистов сейчас в зале. А Android-программистов? Да, приколепно. А iOS-программистов? Еще больше. Собственно говоря, это то, к чему, в принципе, Android-программисты, если кто-то привыкли. Небольшую зоопарку устройств, учитывание на какое девайс, на какое устройство мы делаем приложение и учитывание архитектуры. Опять-таки, 386 и ARM-архитектура нужно помнить, если мы используем какие-то нативные библиотеки, чтобы они были в двух вариантах. И для тех или тех используемых. Что мы можем, собственно говоря, делать для Android TV? По-хорошему, в общем-то, сложно классифицировать прямо так приложение. Я назову какую-то свою классификацию для себя, она может быть не совсем правильно, но тем не менее. Слева вверху это приложение, которое поддерживает технологию Google Cast, которая была несколько лет тому известна, как Chromecast. О ней мы поговорим потом в следующем несколько слайдах. Кроме этого, приложение, которое запускается с Standalone прямо на самом девайсе. То есть, для выполнения этих приложений не нужны никакие дополнительные использования. Кроме этого, есть приложение, можно описать приложение Second Screen. То есть, когда у вас здесь запускается часть приложения, и на большом экране идет вторая часть приложения. И, ну как бы, неравноправное устройство. И третий, четвертый вариант, это приложение на базе NERVI API, когда у вас, в общем-то, в принципе, и Android TV, и Android телефон. В общем, полноправные участники обменивают структурой информации, каким-то образом ее показывают. Google Cast. Сейчас будет небольшой ролик, чтобы показать, что это такое. И после него я расскажу потом. ГРУСТНАЯ МУЗЫКА 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 Например, Google Cast появилась на, скажем так, на слизке Chromecast справа внизу, видите его, это такое небольшое устройство, которое вставляется в HDMI, подключается питание, дальше он показывает себя в Wi-Fi, на него можно переслать фотографии, видео и все остальное. В прошлом году это был самый продаваемый девайс в своем классе, то есть все совокупные его конкуренты, которые там продавались, в сумме давали эту цифру по продажам, которые он был продан. В общем-то, на сейчас есть 17 миллионов устройств, которые поддерживают Google Cast технологии, до конца года их будет еще плюс 10 миллионов по 10 дней. Почему это интересно для Android TV? Потому что Android TV из коробки на уровне операционной системы поддерживает эту технологию. Все приложения, которые вы, допустим, когда-то писали для Google Cast, либо будете писать с поддержкой Google Cast, автоматически будут работать на любом Android TV из обычного девайса. То есть это уровень операционной системы, соответственно, его можно брать в разработку и использовать. Если очень кратко, каким образом это работает? Там есть два варианта, грубо говоря, приложения. Приложение первое. Значит, у вас есть просто сендер аппликейшн с Android SDK, либо iOS SDK, что тоже очень важно, который может слать какой-то видеоконтент. Либо на такой свисток, либо на любой Android TV девайс. Вы разрабатываете свое приложение, разрабатываете экран, получаете какой-то там контекст экрана, в него выберите все, что вам нужно, и отправляете, видите, результат видео на экране. Мы в демо, я вам покажу, как это выглядит на реальном устройстве. Что интересно, Google проводила свои исследования, и, значит, этой технологии для пересылки видео, для пересылки видео 40% Android девайсов, еще 40% это iOS девайсы, и 20% это Safari Browder, который может тоже кастить на любое кастерное системное устройство. Это первый вариант. Вариант второй. Вы можете написать свой кастерный ресивер, который будет запускаться либо на данном свинке, либо на самом обороте TV. Там, если очень быстро говорить, описывается интерфейс, описывается там пара протоколов, и, собственно говоря, это приложение больше нужен для того, чтобы стримить какой-то контент откуда-то извне, но в своем каком-то там специальном визуальном оборудовании. Давайте перейдем к обычным приложениям. Собственно говоря, Android TV это тот же самый Android, который у нас есть у телефона, но с немного видоизмененным ланчером приложения. Соответственно, есть Support Library, который поддерживает уже всем известные контроллы, которые у нас есть по нормальным телефоном Android. Не нужно изобретать велосипед, не нужно придумывать какие-то там мега-мега штуковины, просто берем из Support Library соответствующие фрагменты и запускаем. Выглядит они следующий выбором. Браус фрагмент, details фрагмент. Я очень быстро через эти экраны пролистаю. Почему? Потому что мы включимся в демо, и в демо все это посмотрим, как это выглядит. Details фрагмент, который детали показывают, это один из старых вариантов. Это экран просто. Это синий робот. Мы разрабатываем предполаганное обеспечение этого. Это была не реклама. Details фрагмент, который мы наблюдали сегодня на Android TV, то как он выглядит сейчас в демо. Грайл степ фрагмент. И чуть позже мы к этому вернемся. Я сейчас переключу соус. Я даже не так. Мы сейчас делаем. Собственно говоря, это обычно всем знакомая Android Studio с примером Android TV-приложения. Так, вот он нашел наш чудный Nexus. Подключен через USB-шнурок. Запускаем. И переключаем. И переключаем. Сейчас еще немного подрубить. Да, спасибо. Еще немного. Собственно говоря, вот пример этого классического, обычного приложения, переписанного на Android TV-домб. Что здесь важно помнить при разработке таких приложений. Прежде всего, это так называемый пользователь. То есть, пользователь, как мы сейчас, будет смотреть на этот интерфейс не вблизи, а в состоянии 3 и более метров. Вот. Это первое. Второе. На больших экранах, как правило, все еще низкое разрешение. Соответственно, нужно придерживаться правила, что текста должно быть как можно меньше. Кроме этого, не должно быть никакого сложного управления. Все должно быть интуитивно понятно на уровне управления вот этими такими простыми движениями вверх-вниз, слева-вправ. Сейчас я вам покажу. Контролы, о которых мы говорили в виде. Ну, собственно говоря, ничего не было. Это details fragment, собственно говоря. И... Контрол для проектирования. Мы не будем посмотреть. Мы не будем посмотреть. Мы не будем посмотреть. В случае, там, проект, мы наверное, с Google, все равно будем посмотреть. Ну, вот, как бы, это примерно сейчас не очень хорошо, из-за того, что очень много текций. С одной стороны, с другой стороны, причем того, что это текция для инсталляции, для цифровых отражений, в принципе, пользователей, на самом деле, нормально. Вы можете проектировать. Очень простой вариант. И все. Еще раз. Это все стандартные, всем вам известно хорошо. Контрол. Просто, support level делает их таким образом, чтобы они очень хорошо смотрелись на этом видеорусстве. 51, трейтый, glake, в этот десерт яет 取 why это света или палал это от хотя Еще раз, с поводу ее выставки. Минимум текста, никаких сложных переходов, никаких сложных контролов, как можно больше кинематических экшенов, как можно больше всяческих плавных переходов и трансляций. Помним о том, что на самом деле многие телевизоры покупаются раз 5 лет, раз 10 лет, и, соответственно, может быть, куплена либо приставка с Android TV дополнительно. И люди относятся к телевизору не просто нам, хотя бы с другой стороны, по хорошему телефону стоит 800 баксов, а по телевизору 600. Но, тем не менее, многие воспринимают телевизоры как нечто такое, дорогую часть нашего обехода, нашего дома, и они хотят любить хороший, качественный контент. И это тоже очень важно при создании приложений для Android TV. Помним, что на UI мы смотрим состояние 10 футов, минимум, и помним, что это может быть большая картинка, соответственно, качество картинок будет нам быть даже очень-очень хорошим. Игры. С играми все очень интересно. Кроме того, что игры мы можем запускать на телефонах и транслировать их на большой экран. Кроме этого, мы можем использовать Android либо iOS девайсы как дополнительные контроллеры Android TV. То есть, например, как первый слайд показан, можно им отылять, отбивать, всякие разные мячи и все остальное, используя ксерометр. Здесь и кссовая параметра ксерометру на приложение на Android TV. Можно использовать камеру. Камера для Android TV приложений запрещена, но камера с этого девайса абсолютно без проблем. Чуть позже мы пробуем еще эту демо сделать. Мы вначале пробовали помахать немножко руками. Ну, ближе к концу я покажу. Вот. Кроме этого, NVIDIA, выпустив свою Android TV приставку, она позаботилась о том, чтобы у разработчиков был хороший инструмент для разработки хороших качественных игр. Собственно говоря, это NVIDIA Gameworks. Очень большой пакет. Давайте посмотрим, что можно делать для Android TV приставок, вот конкретно для NVIDIA Zoom. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Единственная проблема, что NVIDIA Gameworks работать будет только на тега-совместимых устройствах. Соответственно, написав какую-то... Она абсолютно бесплатна. Оно только для Windows. Именно средства разработки. Но тем не менее, если вам нужна какая-то очень большая качественная игра, если вам нужна какая-то очень большая качественная игра, и вы согласны маркировать ее только на Shield, то это вот то, что очень хорошо вам поможет при разработке. Возможно, безусловно. Что у нас есть из компетиторов? Во-первых, Amazon по ITV. Это приставка, которую Amazon выпустил, по-моему, 3 или 4 года назад. Они взяли тогда Android, слегка его модифицировали под себя и запускают его на своем железе за 2-3 года. Сейчас он существует в трех вариантах. Вариант первый — это такой стик, типа Chrome Google Chromecast, с достаточно скромными сейчас возможностями. Вариант номер два и вариант номер три — это в виде сет-топ-бокса. Собственно говоря, после того, как Apple рассказала про свой Apple TV, все очень быстренько взяли и выпускают новые приставки. То есть Amazon выпустила приставку с резолюционом 4K, с более мощным процессором, здесь стоит один из самых последних полных рецептов. предыдущая версия Amazon Fire TV была более скромная, но там тоже стоит Quad-Fore. И, в общем-то, он тоже достаточно неплох. Собственно говоря, по-хорошему партировать на эту приставку Android приложения, игровое приложение, достаточно легко. Там поддерживаются очень похожие стейки, везде OpenGL ES, и есть целый набор руководства от Амазона, каким образом перенести текущее Android приложение на эту приставку. Все равно это будет уже не то приложение, все равно нужно потратить с одной стороны. С другой стороны, количество достаточно большое этих приставок уже у населения на сейчас, и они очень распространены в штатах или в уроках. Ну, в основном в штатах. Apple TV. Разработка ведется на классическом Java, либо на C++, в принципе, можно. Операционная система Mac и Windows в качестве средства разработки. Apple TV. Objective C-SWIFT. В общем-то, в продажу они еще пока начинают поступать. С 3-го, по-моему, ноября или с 6-го... Нет, с 3-го ноября они доступны для заказа. Их на сейчас очень мало, но зная Apple и зная, так сказать, каким образом разреваются все девайсы от этой компании, есть очень хорошая уверенность, что где-то через несколько месяцев, через два, Apple TV займет достаточно прочные позиции. Предыдущая версия Apple TV, которая не позволяет запускать приложение на себе, а сейчас продано в количестве 25 миллионов звук. Это первая версия, которая позволяет на себе запускать. Все предыдущие тоже не позволяли. Да, абсолютно верно. Это первая версия, которая позволяет запускать на себе приложение и при приложении выполняется на самой приставке. Кроме этого, есть еще достаточно большое количество телевизоров, проданных уже с предустановленной операционной системой, так называемой Smart TV. Тот же самый LG, C-Box, WebOS, Firefox состоит в Panasonic'ах, и OAN Panasonic'и сейчас тоже выпускается с этой операционкой, причем Panasonic'и говорят, что... На самом деле Panasonic продал этот бизнес недавно американской компании, именно телевизионный бизнес, но они до сих пор продаются под брендом Panasonic. И Tizen. Tizen – это операционка, которая стоит в лидерах Samsung. Все они похожи между собой тем, что приложение для них разрабатывается на JavaScript с использованием некоторого количества HTML и CSS. Вот. Tizen достаточно поздно работает с HTML. В общем-то, там можно делать даже такие неплохие игрушки по контенту. Но, в общем-то, по-хорошему, это среда для программирования каких-то очень простых приложений, которые подтягивают видео контент и, в общем-то, как бы и все. То есть, с точки зрения перформанса и с точки зрения возможности они не смогут соперничать ни с Android TV, ни с Apple TV, ни с Amazon Google Play. Почему Android TV лучше? Ну, традиционно открытая платформа. Открытая платформа позволяет вам достаточно легко и быстро найти любые материалы в сети. Там огромное количество каких-то семинаров проводится. Вот сейчас мы с вами, в общем-то, об этом разговариваем, благодаря тому, что информация об этом, в принципе, очень и очень доступна. Android TV — это обычный Android, как я уже говорил. Соответственно, портирование приложений, которые у вас уже существуют, с некоторыми оговорками, достаточно простая задача. Кроме этого, Android TV позволяет существующим ваше приложение принести какой-то новую функциональность, новый контент, новые возможности. Например, если у вас есть там какое-то приложение игровое, либо у вас есть какое-то приложение по просмотру любого контента, пользователь может работать автономно на своем телефоне, либо на своем планшете. Но если есть рядом Android TV, вы можете записать какой-то небольшой функционал, который расширит возможности вашего проекта. Ну, например, по сексам, склинг какой-то. Либо, если это, допустим, покупка вещей, то на большом экране она будет гораздо лучше. То есть то же самое приложение, но с дополненным функционалом. И последнее, естественно, это деньги. Или первое, это деньги. Возможность очень легко и просто получать деньги, получать деньги за контент, получать деньги за приложение с этих Android TV приложений. Собственно говоря, все работает через Google Аккаунт. Если вы когда-нибудь покупали приложение в Google Play, для Android TV оно работает точно так. Все очень просто. Подключен какой-то там счет карта. Вы зашли на своем телевизоре, выбрали там фильм или выбрали какое-то там приложение, заплатили деньги, поставили, наслаждаетесь и играетесь. То есть это то, чего, допустим, не было во многих операционках для телевизоров. А то есть сам Тайзен, там нужно было очень далеко заходить. С одной стороны. С другой стороны, у половины, если не у большей части присутствующих Android телефонов, вероятнее всего, аккаунты уже существуют. Еще у половины-половины эти аккаунты подключены игрокальным картам. Собственно, очень далеко и просто получаете с воздействия. Какие минусы Android TV? Первое, как бы самое большое, это зоопарк устройств. Я уже об этом говорил. Второе, это девелокинг и выстреливание. С одной стороны, девелокинг крайне касалась бы просто. То есть знакомая Android TV, знакомая Android окружение, support library, которая делает разработку UI достаточно легко и просто. С другой стороны, это отсутствие тачскрина. Это большой экран. Это необходимость поддерживать управление с джойстикой. И помнить, что управление обязательно должно быть доступно только в минимальный набор управления с джойстика. То есть, как бы вы можете рассчитывать на то, что пользователь подключит какую-то внешнюю бутылку авиатуру. Это делается очень легко, на самом деле. Но, тем не менее, приложение должно работать и без бутылки авиатуры. Вы можете рассчитывать на то, что пользователь будет играться в вашу игру с джойстиком, дополнительно купленным. Но игра должна запускаться в любом случае, и только вот с таким устройством. Вот это, как бы, налагающий такие моменты. Это первое. Второе. Дистрибьюшн. Если вы делаете приложение для Android, для Android, вы его паблишите через Google Play, и там через 2-4 часа мозг попадает, в принципе, в 100. Но, как правило, если нет каких-то больших проблем, это очень быстро. С Android TV приложениями ситуация в том, что Google сейчас очень-очень трепетно и нежно относится к этим приложениям, и они рассматриваются гораздо дольше. Там есть целый список, что делать можно, а что нельзя. Как правило, Android TV приложения с первого раза в 100 не попадают. Они возвращаются с каким-то ревью от Google, который нужен, если необходимо сделать какие-то вещи. И после этого, возможно, со второго-третьего раза он попадет. Эта ситуация очень знакома для iOS-девелоперата, на самом деле. И вот в этом плане Google, наверное, молодцы, потому что больше внимания. Кроме этого, если, к примеру, у вас цель попасть и только на Android TV приставки, но и на Android TV телевизор, допустим, Sony, как происходит этот процесс. Если вы напрямую не связаны с Sony, то приложение, которое попало в Google Play Store, Android TV, уже заокругленное Google, может и в конечном итоге попадет в Sony Team, который занимается дистрибьюцией приложений, который его просмотрит и решит добавлять его на телевизор или нет. То есть, если, допустим, у вас ваше приложение на Android TV на сеттоп-боксе появилось, это не означает, что оно сразу же действует на Sony TV либо на Panasonic 4. Есть вариант второй. Можно заключить договор с Sony, получить телевизорскую программу и разрабатывать напрямую для устройств Sony. В этом случае приложение будет рассматриваться быстрее, но все равно. Оно пройдет сначала Google, а потом пойдет к Sony на ревью, и только после этого оно уже появится в Sony TV. Кроме этого, проблема с разработкой для Sony в том, что вы не можете подключиться к телевизору для того, чтобы запускать и дебажить ваше приложение прямо на телевизоре. То есть, Sony предлагает некоторый промежуточный девайс, консоль, которая подключается с одной стороны к телевизору, с другой стороны она подключается к вашему ноутбуку, и через эту консоль посредством ADB уже пересылается аппликейшн на сам телевизор именно в дебаг-режиме. Просто загрузить любое приложение из Google Store, там можно дистрифт на личном андре. Для того, чтобы загрузить его с вашего девайса и дебажить при этом, смотреть как, чего, куда, тут есть проблема. Кроме этого, Sony предлагает еще небольшой свой набор SDK, который позволяет более раскрыть приложение на Sony Bravia. Там работа, по-моему, с декодированием еще какая-то фигня. Но естественно, что все, что поддерживает эти вот нативные функции Sony, не будет работать на сетях остальных Android Devices. Ну и, собственно, самая большая проблема это ИКИ. По-хорошему, в общем-то, большая часть Android-девелоперов это люди, которые разрабатывали для телефонов, либо для планшетов. Это накладывает некоторые свои ограничения на уровне ментальности. Не все могут перейти сразу от идеи использования телефона с touch screen, отказаться и перейти к каким-то большим приложениям, которые, в общем-то, больше похожи, на самом деле, являются консольными приложениями. Если, допустим, у вас был опыт программирования Xbox'ов и PlayStation'ов, и потом вы решили идти в Android, программировать телефон, а потом пришли к Android TV, то у вас не будет проблем никаких. А, вероятнее всего, если вы попранировали всю жизнь для телефонов, некоторое время будет еще в позиции этой ментальности. Вот. И ваши вопросы. Существует ли какой-то SOF, который позволяет писать этот важный код, не имея резких, например, компакт. Тут все очень сложно. Вообще купить. А я в том, что... Значит, с Android... По поводу Chromecast я не скажу, а по поводу Android TV. Значит, идет в последних всех стеклах Android TV эмулятор. Он ставится, он запускается, он иногда запускается и на старте вываливается. И самое интересное, что ни один пример от Google, который можно скачать через экспорт examples в Android Studio, он не запускается на этом Android TV. Почему? Потому что на этом Android TV все еще нет Google Play сервиса. Все. Все примеры, которые запускаются, они требуют Google Play сервиса. Поэтому он как бы есть, но его как бы не нет. С одной стороны, с другой стороны, действительно, в любом случае вам придется покупать железную. Потому что на эмуляторе, сомневанные программы на эмуляторе, как правило, работает хорошо, но недолго. Их всех, и их очень мало. Цена вопроса на сейчас, для Nexus Player, который выходил в прошлом году, он стоит $55. в принципе, вероятнее всего, вы разрабатываете на MacBook, или на MacBook, который стоит на MacBook. И если разбить это все дело на код, 65 баксов, на код это не очень большая. И телевизор купил. А, телевизор... Ну, на самом деле, вообще очень интересная ситуация с девайсами. Я был на Android Code в Москве, и там, значит, товарищи, не помню, как его правильно зовут, японец, он приехал из Sony, из корпорации, он рассказывал про дело для Sony Bravia Televisor. У него там последний слайд был, он так, такой, небольшого роста, очень такой, классический японец, такой, невозмутимый. И вот перед последним слайдом, он так немножечко, так, посадил на аудиторию, на всех, и таким, немножко извиняющимся, английским тоном, переключая, но я не понимаю, что у всех есть, там, 300 евро купить Sony Bravia Televisor, поэтому как еще можно разрабатывать для Android TV. И один из вариантов он назвал это обычный Full HD планшет на Android, подключенным к нему по Bluetooth джойстиком. Вот. Как бы, с учетом того, что это один и тот же счасть, вы можете выбрать тип приложения для запуска и на таблетках, и на Android TV, у вас просто первый лодчер, который будет запускаться, он будет для таблетки. Все остальное вы можете поперектировать уже в плане. Но, это все фигня, я вам скажу, потому что нужен девайс. В принципе, телевизор покупать не обязательно. Вы можете как бы на показ сказать, что нет, Sony Bravia пока подождем, сделаем для Android TV, любой USB-монитор выдаст вам то же самое. Ну, то, что это кто? Наверное, да. Еще вопросы? Вообще, вот как происходит процесс деплоя? Это два разных АПК идет? Это один АПК. То есть, если я, допустим, в том числе хочу задеплоить под телевизор, есть вероятность, что мое приложение будет долго реджетиться? Да. Писали ли вы Android TV пока не было Android TV? Нет. Писали ли вы просто по Android и потом на Android TV? Нет. Пока не было Android TV у нас устройства, мы по нему ничего не писали. Нет, я имею в виду, пока тебе помоги не было анонсировано, то есть, были сеттопбоксы от IPTV-компаний на чистом Android. Я писал. Да, абсолютно верно. Сеттопбоксов на самом деле огромное количество. Они там были с различных вариантов, как на Android, так и на в моей пространстве когда-то встречались. А на базе Windows, там во Франции один очень большой кабельный оператор начал делать свои сеттопбоксы, там было ментабы, они написали. Да, в таком плане опыт у меня был, но опять-таки, тут в чем проблема? Даже те же самые Android TV сеттопбоксы на базе какого-то кастомизированного Android, Android типа вот Kindle Fire TV. Они в конечном итоге будут отходить чуть-чуть назад. Почему? Потому что Android приложений и Android разработчиков чистый, для чистой Android-экосистемы. Их гораздо больше, чем людей, которые могут взять, найти API, который не всегда открыт на самом деле, для того же сеттопбокса, для которого вы писали. и потом туда портировать свое приложение с одной стороны. С другой стороны Google сейчас сказал, что вот у нас есть готовая Android TV операционная. Берите ее. Зачем вам использовать какие-то там свои разработки и все остальное. Ну то есть, естественно, Android TV кастомные, скажем так, сеттопбокса они не умрут. Они будут жить, их будут выпускать, их будут влепать китайцы, их будут влепать, украинские программисты будут по них закладывать программное обеспечение, но в конечном итоге вероятнее всего это все дело сместится в сторону Android TV. Вообще у Google на самом деле был не очень хороший опыт запуска своей собственной кастомизированной телеплатформы. Это было по-моему 6 или 7 лет тому назад был так называемый Google TV. Значит, там был именно кастомизированный Android частично. Поддержали тогда Google TV как-то невидительно Sony. Sony выпустила два значит Media Player у них был Blu-rayный, который работал на Google TV и который позволял за запускательным программ. И еще была одна просто сеттоп-бокс приставка на Sony тоже не там стоили 300-400 баксов. Они шли в хай-энд секторе этой техники и они как бы продавались почти два с половиной года из-за Google. Почему? Потому что было не очень большое количество приложений под них и достаточно сложно было под них разрабатывать. Хотя Google TV был открыт очень долго и я не знаю как сейчас, но месяца 8 назад Google TV все еще можно было зайти на Google и поставить как по нему Google TV Ну за счет того, что разработка для телефонов для Google TV немножко различалась, как бы не все Android продависты пошли туда и как Google. Сейчас ситуация такова, что Android девелоков это очень большое количество там все знают что в пульсе кого-нибудь он уже Android продавист и вот за счет этого это еще одна ставка Google что у нас есть большое количество хороших качественных данных вот Скажи пожалуйста мы поговорили о том что было что есть сейчас как девелопить а не мог бы немножко ты углудиться в то что будет как ты видел дальнейшее развитие Android TV какие новые идеи появляются в этом области к чему цель в мне кажется что будут успешными именно приложения которые работают не именно Android TV как отдельное приложение приложение которое работает в связке телефон iOS или Android планшет iOS или Android и Android TV вообще есть такое понятие называется живая комната комната развлечений как можно это переводить смысл в следующем что у вас дома техника она вся связана в какую-то большую сеть на кухне у вас стоит колокер с Google Газ например стейкл проектов телевизора и приложения которые позволяют использовать максимально племенру не только вам но и вашим гостям они будут мне кажется иметь наиболее большой успех то же самое Google говорит что не не нужно считать что вот есть железка и только на ней может все работать нет приложения которые начинают работать на одном девайсе на телефоне или на планшете продолжают работать на Android TV это может быть процесс покупок или это может быть процесс просмотра самый простой процесс это видео вы начали смотреть на большом телевизоре потом вам резко нужно было куда-то уйти сели поставили передачу на маленьком экране потом встали вернулись обратно или ехали допустим слушали кого-то это самый простой вариант того каким образом приложение может одновременно переносить свое состояние с одного девайса на другой на такие миссии видео либо аудио просмотра более сложные варианты покупки либо ну не знаю наверное покупки очень хороший пример у Apple TV есть такая большая компания Guild которая продает кучу всяких разных вещей и вот они показывали свое приложение на WWDC как раз в Guild покупки начинаешь на телефоне продолжаешь их со своим же аккаунтом на Apple TV вот наверное как-то так но опять-таки традиционно нам бы предпринимал в Сочи поэтому я могу где-то расшифроваться да всегда вот мы когда разговаривали с Сискома была внешнейшей сайде у них были свои планшеты ну планшет телефон под маркой продавал как у них были свои телефоны свои планшеты свои боксы то есть ты смотришь и в любой момент достал телефон завиделся в апп продолжаешь смотреть там потом ты нажал паузу ну это очень хорошо ну собственно говоря давайте я вам сейчас еще покажу небольшой пример как работает Chromecast с девайсом чтобы могли понимать насколько это быстро я слышал в комментариях там девайсы разные бывают как девайсы разные бывают да девайсы разные у нас была самая большая проблема то есть с Android TV честно говоря еще пока ни одной не было у нас пока еще приложение только в процессе разработки вообще нет на самом деле самая большая проблема была найти технические характеристики Sony телевизор и откровенно говорю честно спер с презентации чувака из Sony который был на рынке ты на рынке можно вопрос что вы используете для воспроизведения в виде аудио в медиаплеер в Android? тут как бы ситуация такая значит там кроме медиаплеера я вот не помню как называется есть еще один очень распространенный эхо плеер да спасибо как эксо да вот есть вот парни как раз чувак из Sony тоже хорошо рассказывал значит с одной стороны в медиаплеере есть огромное количество уже поддерживаемых форматов в том числе DRM и он хорошо работает с другой стороны эксо плеер он пользуется большой популярностью но я честно говоря я не знаю почему его нужно использовать в хромиках медиа мы используем медиаплеер вот с эксо плеером эхо плеером тоже можно работать он тоже хорошо работает на Android TV но на set-to-box на Sony Bravia там есть никакие работы как бы так эксо плеер он не саппортит нормально стриминг видео можно приходить ну нет ты смотришь видео которое стримится с обратной перемоткой со всеми стримами такими нюансами на 4-3 там совсем лагеря да и да пусть только деппу там можно написать server provider data source и как-то теоретически это можно применять на вопрос не знаю у нас у нас например была команда команда людей которые писали в моих нативных сетях если не встречали команду как на счет потребления батареи от мобильного устройства с которым ты стримишь он же наверное все время стримит видео это вы понимаете что в принципе все уже привыкли что ты пришел домой и поставил телефон на заряд либо допустим ты куда-то едешь а телефон не доехал с тобой это окей в общем ну собственно говоря очень простая игра это реклама другой очень простой но тем не менее по хорошему это сейчас видео которое стримится с девайса на 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 ну это это не лаг это просто видео не докачалось насколько эти лаги могут влиять на экшен играх не по шаговых стратегий а по асфальту одна большая проблема как бы стриминга игр с телефона на не важно android в том что у вас нет фидбэка то есть если допустим вы играете там на xbox либо вы играете с джойстиком все понятно вам не нужно смотреть на механические механические действия когда вы разрабатываете игру которая будет стримиться на большом экране с телефона ну кроме того момента что будут лаги в видео и они могут поднестись на все очень зависит на самом деле от коннекшена от вай фай сети то есть у меня сейчас допустим эти два устройства добавлены не в выставку и сеть а во внутреннюю нашу даку если бы я сейчас добавил сайт вай фай который добавлен в все вероятнее всего мы сейчас лагались очень-очень серьезно ну с другой стороны это проблема аппарата они как бы с каждым годом все больше и больше уходят назад но тем не менее их нужно помнить и вот даже сейчас для того чтобы не поиграть в эту игру не должна в принципе не разработана для этого для стрима но тем не менее мне нужно смотреть на на экран хотя вы не это как вот один из тех тех плюсов Googlecast о котором я говорил что все рендерится внутри этого девайса и потом называется только картинка и она в принципе неплохо выглядит если выключить свет то с большого роста и небольшого роста будет достаточно хорошо и опять-таки плюс что Googlecast по барабану как бы да по барабану на чем вы запускаетесь то есть это либо Android либо iOS либо PC с Томом кстати эти повороты на большом экране очень печально выглядит да верю но по сути разрешение такое же ну в принципе да он все это будет с другой стороны телефон тоже будет на самом деле на самом деле но на самом деле если быстро делать вот вы видите артефакты которые там происходят квадратики вот ну извините сказки не бывают тоже если темного что не скажу вот эта штука она же передается в видео правильно а как она кодируется или она да она кодируется а чем она кодируется хорошо я не знаю так хорошее предложение я не могу сделать надо заплатить денег вот кстати на деньгах вот вот кстати если портретный режим вот это он выглядит еще вопрос исходя из опыта насколько получается переиспользовать код начиная от UI и заканчивая там остальными всякими штуками исходя из best practices или это все-таки отдельно мы пишем отдельно по-хорошему да на самом деле но как правило бизнес кофет можно перенести практически без изменений сервер коммуникейшн да сервер коммуникейшн а UI лучше делать полностью отдельно это может останавливать огромное количество времени несмотря на то что есть прекрасная саппорт лабора и все остальное в любом случае где-то будет не так смотреться там нужны будут другие ресурсы и так далее ну собственно говоря UI по-хорошему для если у вас какой-то очень насыщенный график UI вы даже делая его для телефона и для планшета все равно будете адаптировать несмотря на всякие разные DPI и все остальные схемы то ли допустим совершенно разные даже активити мы делали контент провайдер это была послойка за контент провайдером была библиотека отдельная которая делала загрузку данных фиширование много картинок в контенте картинки инфа метадаты все все а все что с контент провайдером это UI UI полностью отдельно для платшета причем даже для платшета и для телефона скорее всего будет различаться просто исходя допустим из того что минимизация того же текста то нет смысла оттащить из интернета там войну и мир проектов а ну то есть как то есть у тебя большой телек то есть ты должен показать актерам режиссерам похожие фильмы небольшое описание фильма ну круто в принципе у тебя программу передачи бест практичес было что как можно меньше текста то есть хотелось бы его не грузить трафик ну на самом деле да мы засоряем трафик именно картинками абсолютно вот сейчас попробуем должен быть туда так правильно постоянно а мы сейчас это сейчас у вас Chromecast подключен? нет это Android TV а Android TV у меня ушло а есть ли у кого-нибудь желание помахать руками перед камерой? ну да прошу вас тут просто есть приложение называется Mami называется оно Flimflame сейчас в один момент включим его способы 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 танцевать кстати здесь есть сегодня не способы здание расположение в России нет дайте нам буквально пару минут можете пока подумать вопросы есть просто масса рекламы все О, вот там зелёный смартфон. Ну, как ты видишь, там, потому что мы не видим, только у нас, и у нас, и у нас, и у нас, и у нас. Сори, мы не будем правильно, как бы, в самом начале, а вот, всё, сейчас. Нет, ну, вы считаете, что шоу-шоу, а шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу? М-м-м-м-м-м-м-м. Нет, 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 нет. Вот так. О! Ещё, надо. Прикольно, смотри, смотри. Всё. Всё зависло. Всё зависло. Ну, как бы, это не наше приложение, на самом деле, поэтому... Ну, его как все рекламировали, его показывали на Google. А его уже, 20-15, что-то. Интересно. Ещё вопросы? Коммерческая целесообразность приложений под телевизор. То есть, ну, вот мы знаем, что на телефоне в среднем 120-150 приложений будет скачивать. Как дела с телевизорами обстоят? А пока непонятно. На самом деле, потому что всего лишь год Android TV присутствует на рынке, и, по-хорошему, телевизоры от Sony они вышли даже в месяц, в 6 или 7 месяцев. Ну, тут посмотрим. У меня пока нет цены. Как много покупок происходит с приложениями у нас. Ну, тогда такой вопрос. У вас есть телевизор с такой приставкой? Ну, грубо говоря. Есть приставка. Да. Сколько приложений у вас стоит на приставке на сегодняшний день? Ну, как бы, вот так, что я поставил себе. Пока. Но, просто потому, что я, честно говоря, ее... Вот, например, на эту приставку я распаковал в швайне, там, 2 дней назад. А, ну, ага. И для... У меня-то еще стоял асфальт, и в Лопатске удалили. Вот, чтобы он не мешал мне ставить все остальное. Сегодня я приду домой и поставлю обратно асфальт. И еще пару дней. Как же? Как играть на джойстике? Он ждет место. На джойстике как играть? Вот, допустим, удобно, неудобно? Это первый вопрос. А можно ли подключить? Как обстоят дела, допустим, с другими джойстиками? Значит, в Bluetooth джойстики любые фактически подключаются к нему, кроме от Sony PlayStation 4 и от Sony PlayStation 3. Почему? В Беларшоке. Ну, там традиционно Sony какие-то вопросы. Но! Этот джойстик подключался, подключается, по-моему, даже к PC-булу. Да, но, по-моему, третий не всегда подключается к андроиду. По-хорошему, любой джойстик, который подключается к андроиду, подключится и сюда. Я пробовал... У меня там есть дома PC-шные Logitech. Вот, они подключаются к эти программы абсолютно. То есть там обычный, стандартный Bluetooth джойстик должен работать без проблем. Играть, как бы... Ну, если приложение рассчитано на Bluetooth джойстик и правильно запрономировано, то играют еще на джойстик. Там тоже самое с вами очень хорошо. Вот. Вы только с вами учёте, например, купите? А, нет. Здесь нет этих сенсоров. И у них какие-то джойстиков нет? Влево-вправо. Ну, смотрите. Правильно. Дополнительные карты памяти там нельзя поставить, да? Это какие-то проблемы с местами? Сейчас, вопрос. Какое количество приложений в маркете? Сложно сказать. Я бы не сказал, что их очень много. С одной стороны, с другой стороны, вроде бы несколько сотеров. Да я пытался найти несколько сотеров прямо так вот и задал сама. Не получается с другой стороны, если заходить на WebPlay на PC и там выбирать либо по Android TV, то их до хрена. Да. 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 Вот. А можете просто ещё раз поговорить? А, по поводу карт памяти. Значит... 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 ...эээ... 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 ...ээээ... ...эээээ... Короче, в этом конкретно, в этом конкретно, типа, ну, да, кто хочет узнать, как это работает в плане дизайнера, он очень бы собрал. Короче, конкретно к Nectus можно подключить внешний винт через переходник, и он будет видеться, как обычным Android, как внешний кодекс. Но я еще не пробовал туда закачивать тенден, как бы должно работать, как с обычным Android. Светлана выбрала нормальная школа. Светлана молодец, да. Ещё вопрос. А какие у вас такое приложение? То есть у вас символ активити, куча конкретно, что-то слоите, с концентрами для конкретно, или идёте как-то на активити? Ну, тут, понимаете, пока для конкретно для Android мы делаем так, как мы делаем. То есть, куча конкретно, то, что я делал для Android TV, я пока еще не буду показывать, потому что я не готов. Там был случай активный. Но тут всё, понимаете, здесь нет какого-то серебряной кулы, да, что вот, ну, взяли там, один тут сделали, и всё, оно стало обычно работать. Это обычный Android. Здесь, возможно, разные подходы, здесь возможны разные решения. Где-то хорошие, где-то плохие. Всё зависит от того, насколько большое у вас приложение, насколько большая команда, насколько всё это там нужно. Правильно. И если у вас время правильно создать архитектуру, что вам нужно, как бы, да, расширяемость, либо быстро это сделать, либо сотрудить заработать. Ну, тут масса вариантов. Да, вопрос, он больше такой, холиварно-философский. Вопрос, я не знаю, про Android TV. Там есть какой-то провадер. То есть, я хочу получить какие-то, какие-то фильмы. Есть какой-то андроидовская фишка для получения индуктов, по фильму, там, изображения? А, я вот не скажу, я с этой частью ещё не знаю. А, на самом деле? А? Приложение. У нас предложение, которое переносит часть своего журнала с Android. Ну, это не конкретно медиа. Это не медиа. Это не медиа. Да. Что? Насколько на OpenZone, допустим, сейчас много проектов подделения? Да, да, да. Насколько этого требовалось? Пока ещё мало. Пока ещё мало. С одной стороны, с другой стороны, те клиенты, которые заходят, они достаточно большие интересы. Но они приходят, они уже конкретно знают, что я не понимаю. Они конкретно знают, что я не понимаю. Ну, вот тот же самый Gilt, я не знаю, кто разработал приложение для Apple TV, но это приложение уже, история для Apple TV, оно работает, и как бы Gilt был очень здоровый, очень большой. Поэтому интерес как бы есть. Вообще, на самом деле, очень интересно сейчас, очень хорошо, что Apple пошла в эту сторону. Почему? Потому что традиционно, они всё-таки несколько закомендовали ввод в области мобильной разработки, и там будет очень видно, кто, как и что делает, и кто из больших, крупных клиентов на это дело придёт. Соответственно, можно предлагать аппетирование на андроидские приложения не таким крупным, умением, допустим, розетки, то же самое и предложить вариант их магазина на андроиде, который работает с аппустацией. Ещё вопрос. Что там с камерой? 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 Подключать нельзя? Нет. А приложения, которые используют камеру, запрещены? В принципе. Но, что интересно... А? Я не знаю. Это ограничение со стороны вайса, со стороны, может быть, стройки. Кстати, у Тайзена, у Самсунга, есть целый огромный API, который позволяет работать с видеокамерой, и позволяет использовать всякие разные штуки прикольные. Там камеры, в сторону Самсунга телевизора, они позволяют распознавать жесты, там махать прямо вправо, руками и все остальное. И там это так, что у них есть, и он как бы и проваливает, так как один из плюсов. Вот, смотрите, что вы можете делать с нашего телевизора, с вашим пользователем. То есть, получается, что нельзя даже скайп поставить на чат? Нет. Нельзя. Да, причем, самое интересное... Скайп, наверное, можно, только через гарнитуру и чатиться. А, ну, видео не будет, все. Ну, видео, да. Ну, как бы, я не знаю, можно попробовать поставить. На самом деле, этот флакон, который задали товарищу из Sony, как бы, во всех ваших телевизорах есть скайп. Вот, что... Как будет скайп работать на Android TV-телевизор? Ну, такие хорошие фразы, никак. И вы так не будете вообще... Это вызвано тем, что они с вами камеры ставят. Я думаю, что они... Ну, вы знаете, по-хорошему, если посмотреть на то железо, которое стоит на телевизорах для исполнения того же Android TV, там, могли бы импактировать. Может быть, у них есть какие-то вопросы, связанные с security. Вот, или там... Ну, если вы помните, 7 или 6 лет тому назад, когда все ноутбуки продавались с видеокамерами, начали продаваться. Acer сделал такую штуку. Он для видеокамеры сделал механическую штуку, которую вы могли сами закрыть. И вот эта маленькая механическая шторка, она очень существенно подняла продажи новых букв в Acer. Вот, с одной стороны, с другой стороны. Я сегодня в своем Mac'е заходил в приватный банк клиентов, бизнес-клиентов. И в какое-то время я заметил, что он просто вернул камеру и меня, видимо, сфотографировал. Потому что там вводил какую-то важную информацию. Вот. Соответственно, может быть ситуация в этом, что таким образом сам Google гарантирует всем пользователями, что даже при наличии камеры в устройстве вас все равно не смогут снять. Это, в принципе, нормально. Потому что бутон, в общем-то, некоторые смотрят телевизор по-разному. Для чего нужна камера, если ее нельзя воспользоваться? Для чего нужна камера, если ее нельзя воспользоваться? А, где? В телевизоре. Ну, в телевизорах с Android TV. Ну, вы просто только что сказали, камера в телевизоре, чтобы вас не сфотографировали. Ну, смотрите. Как бы, одно время это был очень хороший кайп-честный ход. Те же самые Sony, те же самые Samsung выпускали телевизоры и Samsung до сих пор выпускают с камерами. В общем-то, тот же самый Skype, который был портирован, да, там, те же самые управления жестами на Samsung, еще там какие-то дополнительные видеопроводления. Это все была очень интересная фишка и, в общем-то, это... Ну, имело спрос. С другой стороны, там, консоли последнего поколения, там, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, они имели дополнительно, там, к своим управляющим устройствам еще и камеру, которая может понимать мимику, может транслировать тебя, транслировать тебя в дни во время игры. Возможно, еще и с этим было связано. И в телевизоры засунули на них. Как бы тот факт, что они там не нужны, в общем-то, он достаточно простой, как мне нравится. Ну, через АПК-шку, то есть, не из-за стороны. Да. Ну, вот уже проверили, что можно поставить, пока она не работает. Ну, может, просто в Skype-приложении корректным образом написано, и... Ну, если... Не, ну почему? Да, если... Ну, например, это приложение на каком-то отдельном... А, можно ли сделать трансляцию по тому, что... Да, 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 да. Это один из видов приложения Second Screen. Их можно делать как на... Как с помощью Фонткаста, как с помощью Android D-висты, когда у вас на вашем девайсе находится, допустим, какая-то управляющая программа, либо может идти какая-то информация, конкретно на текущем видео. То есть, например, там транслируется, там, какой-то там матч по футболу, и на экране идет просто... Просто изображение футболистов, и в это же время на Android или iOS-приложении показывается текущее расположение, кто забил последний гол, и так далее, и так далее. Этот программ тоже один из тех примеров, о которых Google говорил очень много, и многие сейчас пытаются реализовать в разных приложениях. Можно, да, можно с фонткастом, можно с теми дополнительными провайдерами на Android D-висты. Еще вопросы? Есть большой рынок IPTV-провайдеров, есть ли это в ДНФ, и вообще в Европе, в каждой стране, есть эти свои один-два монополистов, в Америке это тот же самый... Комкас? Комкас? Комкас. Комкас и другие. Комкас. Комкас. И много из них кроет. Будут ли в Глобу как-то договариваться с этими IPTV-провайдерами, чтобы они переходили на этот Глоб? Тут ситуация в том, что Google, как бы, говорит много разработчиков, много контента, который будет портироваться. Чуваки, припейте к нам, договаривайтесь с вами. Да, вот. Опять-таки, это тоже самый пример, как с Android и васями. Они выпустили референс устройства, Nexus Gloria, на котором приходят все последние одновременные прошивки. Сейчас шестая пришла, Android, но ее можно было еще висимо поставить, там, аккуратненько. Есть референс платформа, а если вы хотите что-то делать, делайте. Sony, Panasonic, Nvidia, Razer, они уже начали делать. Там, как бы, сейчас, я думаю, что перед Рождеством еще будет какие-то пара огромных анонсов, приставка, которая будет подвергаться. На самом деле, наверное, с Comcast'ом будет проблема все-таки. Я говорю, как человек, который пилит осень для них. И оно все-таки, интернет приходит по круглому кабелю, да, в основном. Если это Comcast' право, да. Чистую соточку. Это не витуха, а это комиссиалка. Ну, понимаете, это же, на самом деле, вопрос... Давайте сделаем так. Я сейчас скажу большое спасибо всем за то, что пришли. День такой. Дождливый, на самом деле. Было очень приятное вам рассказывать. А мы с вами все-таки договорим. Потому что я вижу, что люди немножко бывают с вами. Но очень бездливые, просто так милые. Не то, чтобы я кого-то знал. Просто, если вам интересно, посмотрите, мы же пообщаемся и посмотрим. Вот. Спасибо вам большое.